Доброе утро, друзьяки! Сегодня 23 июня 2020 года. Смотрю на уличку, у нас пасмурно, очень хорошо свежо. Я хотела поехать на велике, но перестроила свой план. Слушайте, как вам моя сегодня прическа? У меня такое взрывно-макаронные фабрики. Перестроила свои планы и решила идти пешком. Оделась, именно сняла трусы с бамперсом велосипедный, одела спортивные штанишки, пойду и похожу. Похожу быстренько в Парке Победы, где пробегусь, где похожу. Почему? Потому что хочу, когда я пешком иду, я останавливаюсь возле каждой лавочки и делаю отжимания от лавки руки, грудная клетка и так далее. И потом я останавливаюсь на лавках с прессом и подкачиваю пресс на каждой буквально лавке. Это не то, что там раз-три подходика и все, а я на каждой лавке, именно лавкой для пресса. На велике надо остановиться, припарковаться. На велике сегодня, если у меня останется время, у меня сегодня работа в кабинете, в кабинете моем, кабинете красоты. И если у меня будет время, я конечно с радостью, хотя дожди вещают, я с радостью сяду на велик и поеду в каких-нибудь 10 километров на мотыля. Сейчас я быстренько завтракаю, иду гулять не на голодный желудок, я все равно гуляю долго. Разница кушать до тренировки или после есть, но я знаю, что, то есть, дольше пока глютены там разогнать, то есть, дольше времени нужно. Но я никуда не спешу, именно я гуляю не полчаса, а я гуляю два часа, поэтому никуда мои эти глютены не денутся, поэтому буду я завтракать вовремя утром, сейчас 7 утра, и у меня сегодня очень необычный завтрак, вам его покажу. Вы видите, на тарелке все лежит по 50 грамм. 50 грамм черешни, 50 грамм адыгейского сыра, и знаете, что это лежит? Это неправильная еда, потому что это пшеничная мука высшего сорта. Когда я была в Печерской лавре, когда я ходила вам показывать Печерские лавры, купила, взяла себе три просверочки. Я, наверное, говорила уже, что я из духовенской семьи, дедушка у меня священник был, успокоится с миром, очень добрый, хороший человек. Именно как мой дедушка, не знаю, какой он был священник, но я говорю именно как о дедушке. Бабушка, вторая мамина мама, которая наша Орловская, которая наша бабушка, не буду раскрывать ее в особенности характера, вот она была у нас, я даже не знаю, как сказать, во что она веровала, но по храмам она ходила туда, как, понимаете, как дети в школу, как на работу, и читала неистово книги, наверное, индуенцию и выбивала. Ну, бог есть судья. Я не религиозная, такие слова говорю, бог есть судья. Ну, не я, судья 100%. Так вот, отдаляюсь я от этих вот замечательных просверт. Так вот, у меня сложилось, так сказать, особенное отношение к ним, люблю я их. Это простое кесто, обессоленное. Оно мне нравится по консистенции, оно мне нравится, не знаю, может это память срабатывает детская. Я решила на завтрак я съем этот простой, неправильный, но очень вкусный углевод, коль я уже их взяла. Вот такой у меня будет завтрак. Счавкаю я их и пойду. Хочу поделиться местом, куда я забрела. Тут надо просто слушать. Вкусы дождя, конечно, грязные, мокрые, но грязные. Ну, вы посмотрите. Просто послушайте. Приняруска приостановлена. Приняруска приостановлена. Приняруска приостановлено. Вкусы дождя. Приняруска приостановлена. Прiding дляесь. Приняруска приостановлен по подпрации. Продолжение следует... Друзья, я нашла телепорт, и сейчас я в этот телепорт через него пройду, погрузусь в новую жизнь. Пока, если посчастливится, увидимся. Продолжение следует... 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 руки грудь там не буду возвращаться подкачала ноги на лавке сделала живот и еще на одной лавке там сделала спину бока не стала делать ну не знаю почему я не помню не помню и поэтому то что я не помню не буду говорить вот сюда я шла 6 километров позанималась силовыми здесь не знаю может быть может быть я сейчас найду снаряд бабочка вот сделал бабочку хотя руки уже дрожат что-то я потянула штангу не своего веса хотя раньше это был мой вес абсолютно сейчас тут покачаю ножки и домой и и и и Три подхода. Нагулявшись, я пришла домой. Ну, как нагулявшись. Утренний мой моцион, спортивные мои потуги. Сейчас я вам скажу, что я сделала. Я утром с вами попрощалась и ушла. Я пошла не в парк Победа, а я пошла в гидропарк. И прошла где тут моя камера? 12,74 километра. Чего я вам ее пишу сюда? Я ее прикреплю в 12,74. Это я вот маршрут, по которому я телепала. Я молодец. Правда, время забыла остановить. И получилось, что время тренировки 2,20 минут, а общее время 4,26. Не выключила, зашла в квартиру и бросила. Так что, ребятки, сегодня я гайнула 12,76. И еще я делала на пресек, на лавочке, ножки. А, я там в видео все рассказала. Так что я молодец. На обратном пути зашла в Новус. Буду кушать, готовить, потому что дома уже шаром по-каке. Купила индюшиную голень. Сейчас ее запеку. Только я не знаю, как я ее буду есть. Тут кило 160. Ну, тут кости, конечно, больше, чем того мяса. Но все равно у меня дневная... дневной прием мяса. Я вчера его пересчитала на новый вес. Я же все до сих пор думаю, что 198 грамм. Потому что, типа, это 198 было на 100 килограмм. А теперь-то, Лена, 87 килограмм. Оказывается, Лене надо кушать 135 грамм белка. Мяса 135. Так что, ну, все равно запеку сейчас шкуру, сорву, выкину. Вот. Кость отойдет. И буду кушать, пока не тресну. Холодильник у меня морозит хорошо. А то вареные котлеты. Но у меня там еще этих тефтелей осталось три штуки. Сейчас будет обед. Он у меня буквально через 15 минут. Отобедаю я, конечно, старыми тефтельками. А эту ножку я уже буду готовить, ну, не знаю, к ужину. Будет у меня ножка с чем? Как всегда, с овощами. С чем? Ну, в общем, такое. Друзей себе завела. Ну, это я потом покажу. Может быть, сегодня будет два видео. Потому что я заметила, что я в одно видео не справляюсь. Какая-то у меня жизнь бьет ключом. Вот такие дела. Буду готовить кушать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok